Программа «Из глубины» Ну что, в «Цветочном магазине»? Ну, да? Я понял. Это «Цветочный магазин». Кстати, в преддверии 8 марта, заходите, «Миллион роз», «Колочкова-10». Если скажут, что вы от Павла Степина, вам будет скидка еще. Еще эти цветы можно курить. Сегодня мы в гостях у Павла, Павел Степин. Кто не знает, сейчас узнает. Я могу сразу сказать, что не подготовился. Абсолютно. Абсолютно ни к чему не готов. И если я что-то не знаю, то, значит, я хочу это узнать. И мне, значит, это интересно и, надеюсь, интересно нашему зрителям. Это музыкант, лидер групп, в которых участвовал. Когда ты ощутил себя, что ты вот музыкант во всем, музыкант? Наверняка там в каком-то сопливом детстве или что-то. Это у нас стандартное такое начало. Мы собрались с первой нашей группой. Мы страдали в маленьком величии. И по аналогии с группой «The Who» мы назвали «The We». Еще «Мы» и все. Понимаешь? И тогда, ну, начали играть, естественно, непрофессионально. И тогда я понял. Ну, когда? Сейчас скажу, это одиннадцатый класс. Ну, одиннадцатый класс. Соответственно, год девяносто первый, девяносто второй. Третий. Девяносто третий. Ну, то есть там переосмысление у меня пошло. Там первая любовь. Понимаешь? То есть до этого я говорил родителям, что я поступлю в институт. А потом я скажу, нет. Пошла вот это именно. Максимализм пошел. В плане того, что я решил. Они мне говорили, там, вот, если у тебя не получится, то у тебя будет запасной вариант. Я говорю, вот, если у меня будет запасной вариант, у меня тогда не получится. Поэтому я себе запасные варианты отрезал. Ну, и пошел в институт, пошел работать и стал заниматься музыкой, все больше там. Сам тренироваться. Ну, вот смотри, тогда получается девяносто третий, ну, там, девяносто четвертый, вообще эти девяностые. Как вот тебя отторкнуло, что именно это будет рок-н-ролл? Там, не панкуха какая-то, там, не металл сраный? Ну, я тогда вот именно в тот момент, в девяносто четвертом году встретился с Алексеем братом Вихаревым, который мы с ним долго играли. Вот в Crazy Man Crazy он играл. Вот, я образовал свою группу, вот, я-то там у них техником работал в Crazy Man Crazy и попутно еще, вот, купил сам себе контрабазу, захотел научиться на контрабазе играть. Вот. Это не после Гнесина никакой там? Не-не-не, самовучка. Мама ноты показала, папа три аккорда. Прям песня. Мама ноты показала, папа три аккорда. Ну, а как торкнуло, что вот именно рок-н-ролл еще? Ну, потому что, ну, я понял, ну, изначально я любил Битлз. Первое соло рок-н-ролльное я подобрал, как они играли, Чака Бэль, Роу Бетховен. Угу. Ну, и понял, что это мое, что именно будет, ну, и там, соответственно, там Элвис Пресли, Джерри Лилюисе, там, я слушал, там, и Эдди Кокорна, и я понял, что я именно хочу играть рок-н-ролл. Первый ваш коллектив там полноценный, полновесный и так далее. Ну, он не профессиональный. Это была группа в 96-м году. Я также с бывшим техником Crazy Man Crazy, он играл на моем контрабасе, а я был техником Crazy Man Crazy после него в 95-м году. Возил их на Победе. У меня первая машина Победы была. И мы с ним вот собрали группу. И еще там барабанщик был Андрей Сизов у нас. Группа называлась. Очень забавно. Мы только начали репетировать. И он такой, говорит, это уже концерт у нас, Паша, через неделю. Я говорю, как через неделю? Надо срочно, говорит, название группы придумывать. И я, говорит, пока сказал там, скажите, типа там, ва-па-блу-бам-бам-бам-бам-бум. Вот. А мы сейчас быстро придумаем название. И он мне звонит, говорит, Паша, я хочу только, чтобы было слово Shaken в названии группы. По аналогии с группой Shaken Crocodiles. Была такая замечательная группа в 90-е годы. И недолго думая, тоже не размышляя, и Амания Величия еще не улетела из головы, мы придумали название Great Shaken Rockers. Все коротко, ну как, не коротко, конечно. На записи этого ничего нет? Нет, этого нет. Ну, такое любительское. Ну, уже это такое полноценное, да. Ну, мы, да, Арбатская школа, опять же, ее никуда не уберешь. Мы в Арбате играли много. Ну, а смотри, получается, наша рокобильная, сокобильная сцена, это зачастую 85%, условно, да. Это кавера, так получается. Ну, не согласен. Ну, вот смотря какая группа, где-то есть только кавера, а у нас как бы пополам пусть. Ну, не пополам, мы стараемся, нет, по максимуму своего, но и кавера тоже, естественно, присутствует. А что за клубы на тот момент принимали, ну, такую вот музонку? Такую музонку. Или это же, в принципе, кабачатина. Ну, что с том, почему, был клуб «Не бей копытом» известный. То есть, не кабак, а уже именно концерт? Да, да, да. Вот там какие-то мелкие, типа, на красных парах. Ну, вообще, ДК «Зил» был у нас первый концерт. Был в январе 96-го года. Клуб как… забыл, как он назывался. Забыл, короче, как он назывался. ДК «Зил». Платили тогда что-то? Да, что-то платили. Ну, прям… Концерт, все там. Ну, то есть, иногда, это самое, приходилось выбивать. Не в плане выбивать, а то есть, ну, ребят, ну, вот это самое. Давайте. Давайте, ну, там, на договорных условиях, там, давайте мы там по 10 рублей. А у нас такой, что там директор, типа, директор Лелик был. Так, а мне, директору, еще 10 рублей. Образно говоря, как-то вот так вот было весело. Ну, то есть, практически и коммерческая такая основа, в отличие от тех же панков разных, которые всю жизнь, там, не знаю, за бесплатно как-либо. Ну, в общем, да. Ну, а потом начался такой период, что ты попал в легендарный… В «Crazy Man Crazy» меня позвали ребята играть. То есть, надо видеть, что я уж как бы там играю, развиваюсь. Вот. Вот. У них тогда их клавишник Алексей Блохин уехал в Штаты. Вот. И мы, значит, играли там то в четвером, то в троем. Там разные периоды были. А потом, да, потом меня Олег Усманов позвал в «Мистер Твистер». Ездили куда-то там в Штаты, там, не знаю, куда там еще. Нет. В Штаты не ездили. Ну, мы так это по России, по ближайшим и так далее. То есть, по сути дела, если говорить о большой известности, то «Мистер Твистер» была практически одна, ну, как бы, одна из немногих команд, которые претендовали, там, ну, там, не знаю, название, там, типа, «Главная рокобильная группа». Ну, «Самая известная», да, «Главная» Советского Союза, «Россия» и так далее. Как вопрос о том, что я вообще не в теме и не знаю. Вот на втором, на третьем месте были какие-то вот команды, например, тоже вот так, чтобы сказать, вот, это тоже рокобильная команда, российская, там, не знаю, советская. На тот момент вот по значимости? По значимости, да. Вот, ну, «Crazy My Crazy» по-любому. Это... Я своих очень многих друзей подсадил на рокобиле, именно благодаря «Crazy Man Crazy». То есть, они «Мистер Твистер» знали так чуть-чуть, ну, в смысле, кто-то чуть-чуть, кто-то побольше, а именно «Crazy Man Crazy», когда услышали, они прямо это, у них крышняк так все снесло, потому что немножко, скажем так, ну, Вадим Дорохов к тому моменту умер уже, да, а «Crazy Man Crazy», вот, именно там, в середине 90-х, они были действительно крутая группа. Ну, хорошо, а на третьем месте, так их назвать. Ну, хорошо, еще «Минтрейтерс» можно сказать. Ну, это, да, «Сакобиль», это понятное дело, «Минтрейтерс», согласен абсолютно. Ну, это, получается, все селы друзей, группа «Стрессор» из «Тулы», «Раттлснейкс», Юра, кстати, сутковой после меня играл в «Мистери Твистере». Ну, это интересно, получается, что это можно, кто не слушал, все это, как бы, нагуглить и послушать. Да, согласен. «Раттлснейкс», как я помню, не выключал кассету практически, она у нее по кругу крутилась. Прекрасная такая, петербургская команда. Да, да. А, на тот момент вот что, вспомнил, группа «Стим Энжин» была обалденная. Ну, она была в начале такой, не у «Ракобили» играли, потом в эту группу там состав уменялся, они «Свинг» стали играть такой. Ну, это уже позже. Вот. А именно там в 96-й, по-моему, да, 96-й, 95-й год. Вот была, да, тоже крутая команда. Но это не «Кабак», да? Вот сейчас это именно концерт, записывают люди альбомы, как бы все это можно найти и даже посмотреть, наверное. Да, и записи, видео записи тоже осталось. Ну, получается, что сцена достаточно немаленькая такая, как бы. Да. Ну, то есть это не какой-то там закрытый. Да, и сейчас еще больше появилось, там, молодые группы появляются, и в «Ракобили», и в «Сайкобили», что иногда не успеваешь отслеживать. Жизнь поменялась, остался семейный человек. Это я раньше на каждый вообще концерт ходил, там это не пропускал. А тут теперь как бы я же появляюсь. Ну, а что, как вот получается, рок-н-ролл совмещается с семейной жизнью? Ну, ты сказал, что я стал семейный. Я стал семейный, да. Семейная жизнь, она благоприятная. Влияет на, что как бы, знаешь, да, ограничивает в этом деле. То есть это сдерживающий фактор. Потом руль тоже ограничивает. Так что… А с музоном? С музоном нормально, она, да, это прекрасно. Мы очень давно знакомы. Она любит мою музыку и нравится. Поддерживает. Да-да-да. Так что. Ну, а дети? Дети, у нас сын 17 лет, мы с ним надо вместе играем для мамы что-то. А самое интересное, расскажу такую штуку. Много лет назад я в школе был, когда у нас делились на брейкеров и металлистов все. Мы с моим другом Серегой были два бетломана. У меня было четыре значка «Битлз», я носил на школьной форме. И учительниц там подошла одна Гейна Александровна и говорит, «Это не ваша музыка, вы ничего в «Битлз» вообще не понимаете, это музыка нашей молодости». Теперь у нас сын слушает 17 лет, кино и гражданская оборона тоже слушал его возраст. То есть, утащили его в сторону рока, от рэпа, подальше. Нет, а он сюда, он там рак. И мы поехали на работу за мамой. Я говорю, что, а я там пока машину чистую. И он гражданка слушает, я говорю, давай вставим сюда. Я молодость помню, смотрю, сидит и все слова знает. И тут я вспомнил слова. Я говорю, что ты знаешь, молодой гаден, он же мне про гражданскую оборону. Это музыка моей молодости. А почему вот прекратилось твое сотрудничество с мистер Твистер? Ну там много человеческих вопросов. Человеческий фактор, назовем так. Ну тут и так. Разногласия. Разногласия. А в чем? В чем-то с директором группы. Ну, как бы вы не могли поделить девчонок, что ли, как вы на консерте приходите? Нет, девчонок поделить как раз могли. Ну там просто разные взгляды на, были разные взгляды на управление делами. Ну, скажем так, в те времена, вот, группы, претендующие, да, на какую-то популярность, ну, в смысле, легендарность, да. Ну, в сравнении с другими группами, которые пошли, скажем так, ну, с тех же времен, да, немножко на разном уровне находим. То есть, получается, тянул вниз, что ли? Не раскручивал наверх, скажем так. Ну, за все время, я вот для сравнения, за все время, я играл в Мистери Твисере 12 лет. Мы за границей ездили один раз всего лишь в Швейцарию. А за время, вот, ну, примерно года три играл в Гагарин Бразерс. Мы сделали несколько туров по Европе, там, был отдельный польский тур, только по Польше ездили. Польше, Германия, там, Голландия, то есть, там, много городов. И несколько выездов у нас было, то есть, там, на не меньше четырех, как минимум, турне, конкретно по Европе. Как раз, плавно переходя к Гагарин Бразерс, я помню, на концерте Некромантикс вы играли Гагарин Бразерс на разогреве. Причем тогда я впервые услышал коллектив от Гагарин Бразерс. И мне показалось, что вот настолько, действительно, ну, жесткий, хороший саунд, при этом звучат, как бы, советские шлягеры. Но потом на записи я обнаружил, что, ну, на записи вполне себе такой, ну, как бы, простой ракешник. Вот это мой личный вопрос, почему не было желания вот именно такой вот, ну, жесткий музон, как бы, сделать, как вы осуществляли на разогреве Некромантикс. О, море, у синяя, море, со мною, и рядом, со мною, и сон, 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 и сон. Мой целый день, а я прибой. Мой целый день, а я прибой. Это, сон, и сон, и сон, и сон, и сон, и сон, и сон. Ну, то есть ты эту жесткость приносил участью? У тебя же там гитара, там, какие-то примочки. Ну, ну, скажем так, предыдущий состав Гагарин Бразерс звучал, скажем так, более так это… Ну, да, да, лайтовый, то есть он совсем такой, шлягере. Славы сказаны, грубо говоря. И гитарка подразднованная больше, а я-то так и больше. Да, да, да. То есть, получается, вытягивал группу от кабака. Ну да. Там была ситуация такая, что почему мы с Некромантик играли, а не какая-то там саикобильная группа. Потому что Ким Некроман такой, вот сослов нашу директора, он говорит, ну блин, как бы задолбал уже все вот эти вот, столько я эту группу саикобильных переслушал. Хочется чего-нибудь такого вот необычного. И Саня Голубев влез и предложил вот немножко другую. Там с аккордеоном вот мы играли. Вов Кудряшов играл. Вроде как и на контрабасе джесс играет, в чем вот джесс из Минтрейтерс, легендарный контрабасист. То есть там мы с ним иногда там дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг-дыг. Он там это любил вставить какие-нибудь. Ну то есть мы играли там и советские какие-нибудь там песни. Там «Королеву красоты». Или там допустим Белла Чао там. «The world is rockin', inside my window, Bella Chao, Bella Chao, Bella...» Там интересные такие были моменты. То есть Bella Chao такой был, я в Сейкобиле сделал. На тот момент просто «Гагарин Бразерс», как я помню, за «Всегдатая» были не клубы, а рестораны «Петрович», например. Нет, я ошибаюсь. «Петрович и твистеры» играли часто. Моя супруга, она говорит, «Ой, пойдем в «Петрович», там «Гагарин Бразерс» играет». Нет, там было, но просто... Ну, это просто, может, не с твоим участием. А, может, да, может, и не с моим участием идти. То есть я к чему? Я к тому, что ты все-таки от «Кабака»-то утаскивал, как бы, ну, в сторону, как бы... Ну, хотелось, да. Ну, да, такой, более широкой сцены. И в твоей участии «Гагарин Бразерс» завершилось, получается, так что ли? Джесс, он как бы организатор группы, лидер, да, группы. Ну, вот. То есть и в какой-то момент у нас тоже с ним дорожки разошлись. То есть в плане, там, может, я одеяло не себя перетягивал в то, что там фронтмен, в конце концов, я, да. Ну, и там пошли всякие разногласия небольшие. То есть, с начала все очень хорошо. Я считаю, отличный состав был. Потому что потом то, что сейчас происходит, я слушаю, уши ганут, если честно. А так, самая большая похвала была, кто-то там написал. Играли мы в Тюмени. Там большой фестиваль какой-то был. И мои друзья Короли Шутинг играли. Мы с ними давно очень классно познакомились. Играли вместе в одной фесте. Сам понимаешь, куча там поклонников Короли Шут. И одна поклонница потом написала, Гагарин Бразерс, они были даже круче, чем Короли Шут. Ну, то есть... А к тому, что мы там по-другому. Мы в одной гримерке встретились, обнялись, как старые друзья. Мы с ним в 99-м году классно познакомились в городе Байкальске. Трехдневный музыкальный фестиваль. Десятитысячный городок и трехдневный музыкальный фестиваль на стадионе. Вначале бабы с кокошниками там танцуют. Ну, вот потом там местные панки и металюги там идет. То есть люди меняются на расстоянии, а музыка не меняется. Вот. И три хедлайнера были, Бонни Нем были, по-моему, там, да. Бонни Нем, Короли Шут и Мистер Твистер. И мы... А мы прилетели вначале в Улан-Удэ. Мы из Улан-Удэ туда поехали. И прилетели, и мы с Ежом такие пошли по пиву возьмем. А там Адмирал Колчак местное пиво. И он первая, вторая, это как Балтика, там куча номеров. Попробовали Адмирал Колчак. Ну, интересно, экзотика. Потом уже доехали до Байкальска, такие ходим. Мелкие-палкие, Адмирал Колчак уже вот здесь. Вот уже Торсмит от него. Еж, пойдем найдем что-нибудь другое. Мы пошли находим третью Балтику. Ты не поверишь, нам показалось просто. Вот просто. И мы взяли ящик. И вот так вот тупо к парням заходим, там с ноги дверь. Привет, королевший, мы мистер Твиста, давайте пиво пить. Так и познакомились, по-рокерски, так по-нормальному. Спасибо. Ну, сейчас у тебя получается... Это новый мини-альбом «Смокинг бульдозерс». Ну, вот это мой основной коллектив. Расскажи про вот этот вот, про свой текущий проект, скажем так, «Смокинг бульдозерс». Вот это он текущему проекту уже 15 лет, и как раз мы эту пластиночку сделали к 15-летию группы. Я просто посчитал, говорю, в конце лета или начале сентября, я говорю, парни, а у нас же 15-летие, дайте-ка это, жопы поднимем и быстренько сегодня сварганим. Запишем хотя бы сингл или там мини-альбом. Хоть три песни, хоть пять, вот сколько получится, сколько успеем. Вот, барабанщик там барабанил, по-моему, 12, вот, Леха, брат, записал там тоже что-то, вот. Ну, в общем, решили выбрать вот пять песен. Две на русском, две на английском, и одна с «Сайкобилий инструменталка». Вот. Плюс еще вот спасибо нашему другу Коле, который снял видео, и тут еще два бонус-видео присутствуют. Так что заходите к нам на «Огонек», на концерты, и покупайте тут. А заодно вот и посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уже как бы лень, возраст не тот как бы. Ну да, понятно. А ты в курсе же, наверное, о существовании в Москве некого такого сихобилия «Москва Крю». Да, конечно. А вот ты не являешься участником? Ну, ты знаешь, я не приверженец, меня, в принципе, звали в различные… Ну, я просто как бы, ну, не то что сам по себе, просто не хочу принадлежать кому-то там, какие-то у них там свои правила, то есть, ну, там, знаешь, они ходят все в своих майках на всех концертах, ну, в смысле, как у них… Ну, так и реклама, да. Ну, я как бы, это, вольная птица, ну, то есть, я хочу блюз, хочу кантри, хочу вестин как это. Мы все играем, и кантри, и вестин как братья блюз, помнишь? Ну, а ты смотрел ты фильм «Китайцева» 2015 года «Психи»? Конечно, смотрел. Ну, как тебе? Мне понравилось. Многие критикуют, ну, кому-то не нравится, кому-то нравится, кто-то начинает обсуждать там эти проблемы националистические там и так далее. Ну, вот, если говорить как раз вот про националистические проблемы, то есть, по сути дела, фильм говорит о том, что свихобильная движуха, вот какая-то вот движуха, мы не будем говорить там свихобильный Москва Крю. Ну, да, да, да. Скажем так, что какая-то отдельно взятая движуха. Вот это конкретно, типа… Ультраправые. Ультраправые. В нашей стране – да. Слушай, Майя, ты скажи мне, ты еврей? Ты понимаешь, дебил, что вы порушить собираетесь? Понимаешь? Да я утопнулась всем датом! Нет. Это хох? Эй! 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 Да так как, так как? Откуда они это взяли вообще все? Самое интересное, это у них, спроси. Ну, это же, получается, поклёпа пропаганды. За это можно чуть ли не в суд, не знаю, обратиться. смотри, как правило эти самые психи в Европе они те же медсины они наоборот антифашники ну например так и вот даже насколько мне известно папа из Метеорс отказался играть когда-то с Минтрейтерс после их вот этой вот фотографии типа из рук где они с Вастон сделали причем ни в одной песне там ни о чем да, о таком там и нет может она как прикол как вот Джесс Мироскалу Богорат просто решил это другой момент о чем я хочу подискутировать, заострить внимание кому это выгодно, кому это нужно чтобы малоизвестные для простого обывателя движухи, как так с их обилием, например, в принципе обособленный стиль, кому это выгодно чтобы смешать их как бы ну вот я не знаю это личный выбор кажется мне кажется ну а причем автор этого фильма ваш общий там товарищ ну да из группы из группы из группы Аллигаторс из группы Аллигаторс ему это зачем я не знаю может это он просто режиссерский опыт там я никогда не в этих штуках не замечал вот то есть есть конкретно да, люди, которые вот ультраправые из тусовки а он просто я не знаю он просто решил сделать фильм про психу ну а не кажется тебе что у нас в стране некий такой вот искусственный зажим всего вот вот этого ну неформального скажем так движения то есть как 30 лет на сцене Киркоров с Пугачева выступали так они и выступают но а в 90-х же годах ну после значит развала после вот этих всяких потрясений и ситуаций на ТВ же стали появляться как бы и всякие железные марши Пауковская туса и зеленый коридор вообще без энтерпрайзер это канал дважды два это хорошо а радио СНС вообще просто красота была я слушал там а потом раз куда-то все и пропало ну либо сменилось кто-то там свыше сменился но у тебя есть мысли зачем это что это зачем почему заговор не знаю честно говоря не знаю ну а что это все жизнь меняется с другой стороны можно озвучить такую мысль что типа ну это же коммерчески невыгодно а зачем нам поддерживать коллекции которые коммерчески невыгодны тогда отсюда вопрос а почему это коммерческо во всем мире это вполне себе ну как бы имеет место быть а здесь понимаешь коммерчески невыгодно как так так ну смотри я столкнулся один раз с таким ну типа о а вы это самое там ну там в поездах где-нибудь люди выходят а вы там что играете я говорю Элвис Пресли знаешь ну как Элвис Пресли знают почти все а я один раз сказал нет у меня глаза чуть не вылетели ну как Элвис и Пресли ну я же там я понимаю там с какими-то гопниками встретились в этом в Кирове типа ребята а что играете я говорю рок-н-ролл ага ну мы придем мы там всех знаем спишите знаешь всех знают но спишите ну вот и Рома барабанщик и там значит Шейкер говорит слушай Паш ты правильно сказал что рок-н-ролл не стал рокобили выпедриваться а рокобили тут мало ли там чего блин вот но вверху сердюшку знают все понимаешь Кирхорова знают все ну правильно если это форсируется так это ну естественно и получается что форсаж это как бы неформальный ну любой даже не обязательно рокобили да хоть там ну там много движений там даже электронной музыки как бы и все это не то что не форсируется а как мы видим фильмы показывают что это полное смотри тут фишка в том что как называется как примелькаешь на телеке сколько тебя видит народ значит тебя знают соответственно там финансовая составляющая то есть у нас таких денег нет проплачивать свой этот там если снимают хорошо если не снимают да и насрать передачу Швыдкой вел Мурат Насыров там все время появлялся он светился он старался потому что его забыли после мальчика в Тамбов он хочет в Тамбов он взлетел а потом раз и как бы на спад пошла карьера и он его перестали показывать он все время светился в этой передаче чтобы быть как бы что мол я живой туда-сюда а потом не справился и лепешка ну и в итоге к чему мы пришли к тому что сейчас очень популярный стиль не будем говорить какой и захвативший все да попса как оно было есть ли попса попса это Мадонна Майкл Джексон а тут нет это не попса попса это вот это поп музыка а попса это уже это сам понимаешь ну и получается она у нас форсируется хоть бы с ними вот такая мысль возникла а нет ли например желания замутить что-то такое ну чего еще не было например техно били техно били да гитара синтезатор вокал ну то есть барабаны не нужны драм-машина с какими-то звуками мощными вокалом я на самом деле не против экспериментов наоборот даже интересно ну вот дарю тебе идею спасибо ну я в принципе знаю и страйкэс драм-машины играли нет ну я имею ввиду с такой драм-машины которая уже понятно точно что это драм-машина там биты ну биты одно слово биты ну что это ну какой-то ну какой-то ну какой-то ну какой-то да ну да контрабас тоже через примочки какие-нибудь не мы делали такие эксперименты вот у нас первый вот ну точнее полноценный диск смокинг-бульдозер мы там делали такой космобас начинался через это через это и плюс на барабаны естественно там как бы такие тоже там интересные звуки были ну что ж я думаю наша такая беседа подходит некому концу если народ смотрящий данные программы не считать нужным как бы благодарить донатами ничего страшного мы работаем на пассионарности такой на голый поддерживаем отечественную как бы неформальную сцену спасибо до новых встреч спасибо тебе большое программа из глубины субтитры